Всем доброго времени суток, вас приветствует Куполь Галопа, на столе коллекционной карточной игры Берсерк и Берсерк Героев. Мы продолжаем вскрытие бустеров трёх штук пятого сета под названием Рождённые Бурю. Хочу вам сказать огромное спасибо за подписку, а также за лайки и за комментарии, которые мне очень приятно читать. Ну что ж, поехали, давайте начнём опять с него. Так, потихонечку мы так вот срезаем, так вот и так, чтобы вот так вот, да, дабы сохранить интрижку. Поехали. Золотой голем, нейтрал, стоит 10, така 10, жизни 10. Наим, получите 4 монеты до конца хода. Виз, это у нас тьма, стоит 4, така 2, жизни 2. Наим, возьмите существо с кладбища в руку. И описание наима, разъяснение точнее. Адепт пламени, это у нас степи, стоит 1, така 1, жизни 2. Наим вы можете заплатить 1 жетон молитвы, при этом выстрел на 2. И пояснение, что такое выстрел. Орк ведун, нейтрал, стоит 1, така 1, жизни 4. Не может атаковать, не может уступать защитника. В начале вашего хода, посмотрите верхнюю карту колоды. Вы можете положить эту карту под низ колоды. Накамлать, накамулать, накамлать, наверное. Степи стоит 2. Заплатите 5 или менее жетонов молитвы, и нанесите столько же ран каждому герою. Пожиратель душ, тьма, стоит 4, атака 4, жизни 8. Наим вы можете потерять 1 монету, иначе ранить пожирателя душ на 4. Буревестник, это у нас горы, стоит 1, атака 1, жизни 2. Буревестник получает плюс 1 к удару, когда вы получаете 1 жетон молитвы. Вербов копавших, тьма, стоит 2. Положите существо в руку с кладбища, если это нежить, возьмите карту. Визит к броннику, горы, стоит 1. Существо получает броню 1, пояснение брони, и возьмите карту. Эльф-лазутчик, лес, стоит 3, атака 3, жизни 2. Первый удар и скрытность. И что такое скрытность, пояснение? Большое только. Кровавый псарь, тьма, стоит 3, атака 6, жизни 2, без особенностей. У нас уже пошли необычные карты. Клинок Илле, степи, стоит 2. За 4 монеты, и ваш герой получает, каждое ваше существо имеет, плюс один удар уже, каждое другое ваше существо, которое атаковало в этот ход до конца хода. Изгоняющий скверну, болото, стоит 4, атака 4, жизни 3, скрытность. Когда изгоняющий скверну раскрывается, закройте существо. При атаке по закрытому существу, отравить его на 1. Копьи метатели. Степи, стоит 2, атака 2, жизни 1. Найм, выстрелила 2, если герой получал раны от удара в этот ход. И у нас здесь редкая карта, серая эльфийка. Нейтрал. Стоит 2, атака 2, жизни 3. Герой-жрецы не могут действовать. Вот так вот. Это было вскрытие одного бустера. Давайте уже откроем второй бустер. Что же он принесет нам? Что-то я плохо разрезал. Ой, так. Вот что я и боялся. Наверное, уже прочитали, да? Ну что ж, давайте, поехали. Тайная вязь болота стоит 2. Орда, пояснение орда. Возьмите карту и возьмите карту за каждую другую карту. Тайная вязь на вашем кладбище. Айсуру. Горы стоят 2, атака 2, жизни 3. Каждый раз, когда вы разыгрываете заклинание, получите 1 жетон молитвы. Радушный прием. Это у нас болото стоит 1. Отравить существо на 1. Возьмите карту. Костяной танцор. Тьма стоит 2, атака 0, жизни 5. Ранить костяного танцора на 2. При этом получите 2 жетона молитвы. Вьюр. Это у нас лес. Стоит 2, атака 2, жизни 2. Получает на 2 раны меньше от степных карт. Мастер клинка степи. Стоит 2, атака 3, жизни 2. Направленный удар по существам с уязвимостью. Ну и пояснение направленного удара. Отшельник. Нейтрал. Стоит 3, атака 2, жизни 2. Каждый раз, когда вы получаете жетон молитвы, ваше существо получает плюс 1 к удару. Гном. Горы. Стоит 2, атака 3, жизни 3. Без особенностей. Броненосец. Нейтрал. Стоит 4, атака 5, жизни 3. Направленный удар, если у противника есть событие. Ну и пояснение, соответственно, события. Ой, события. Нейтрального удара. Направленного удара. Извиняюсь. Обряд наказания. Тьма стоит 2. Ранить вашего героя на 5. При этом получите 5 жетонов молитвы. Костяной голем. Это у нас тьма. Стоит 2, атака 5, жизни 4. Не может атаковать и выступать защитником, пока на вашем кладбище менее 3 существ. У нас уже пошли необычные карты. А это Архелон. Болото. Стоит 6, атака 6, жизни 6. При атаке по закрытому существу, откройте Архелона. Он может атаковать снова. Клинок или степи стоит 2. За 4 монеты ваш герой получает. Каждое ваше существо имеет плюс 1 к удару за каждое другое ваше существо, которое атаковало в этот ход. До конца хода. Изгоняющий скверну. Это у нас болото. Стоит 4, атака 4, жизни 3. Скрытность. Когда изгоняющий скверну раскрываете, закройте существо. При атаке по закрытому существу отравить его на 1. И у нас здесь ультраредкая карта. Сумка лепрекона. Это у нас лес. Стоит 4. За их жетонов монет получите х монет до конца хода. Вот так. Это было вскрытие второго бустера. Давайте уже третий. Откроем. Что же нам здесь пройти? Так, потихонечку. Вот, вот так вот, да. Поехали. Игнис. Степи стоит 5, атака 4, жизни 4. Игнис стоит на 3 дешевле, если вы разыграли заклинание в этот ход. Антар. Степи стоит 2, атака 2, жизни 4. Без особенностей. Заморозка. Горы. Стоит 3. Закройте существо. Оно не открывается в следующий ход противника. Возьмите карту. Орк ведун. Нейтрал. Стоит 1, атака 1, жизни 4. Не может атаковать, не может уступать защитникам. В начале вашего хода посмотрите верхнюю карту колоды. Вы можете положить эту карту под низ колоды. Обряд наказания. Это у нас получается тьма, стоит 2. Ранить вашего персонажа на 5, при этом получите 5 жетонов молитвы. Развеять. Это у нас и болото, стоит 2. Положите существо, событие или экипировку в руку владельца. Подлунник. Лес стоит 5, атака 5, жизни 5. Найм излечить персонажа на 5. И пояснение найма. Кромдок. Нейтрал. Стоит 1, атака 0, жизни 5. Не может атаковать, не может уступать защитникам. В начале вашего хода получите 1 жетон молитвы. Плетение огня, степи, стоит 3. Ранить персонажа на 4. Наброситься болото, стоит 3. Закройте существо противника, ваше существо получает направленный удар по закрытым существам до конца хода. Золотой голем. Нейтрал. Стоит 10, атака 10, жизни 10. Найм, получите 4 монеты до конца хода. У нас уже пошли необычные. Спрайт. Фанта. Кула-кола. Нейтрал. Стоит 2, атака 2, жизни 1. Найм, заплатите. Икс монет, при этом уничтожьте события стоимостью икс. Миролюбие, болото, стоит 2. Существо получает минус 2 к удару. Возьмите карту. Ловушка лепреконов. Лес стоит 1. При действии героя противника вы можете уничтожить ловушку лепреконов, при этом получите 2 монеты. И у нас здесь редкая карта. Древний чемпион. Тьма, стоит 4, атака 1, жизни 3. Найм, удар древнего чемпиона становится равен удару выбранного существа в игре. Удар этого существа становится равен одному. Вот так вот. Это было вскрытие трех бустеров пятого сета под названием Рожденные бури. Всем огромнейшее спасибо за просмотр. Ставьте палец вверх. Подписывайтесь на наш канал. Оставляйте ваши замечательные комментарии, вопросы, на которые я могу отвечать. Да и просто приветствовать вас. Всем удачной игры, славных побед и вскрытие ультраредких карт. Всем пока-пока.